В этом коротком видео мне бы хотелось рассказать о том, что такое диссоциация. Тема диссоциации, описание того, что же это за явление, в чем оно проявляется и что с этим можно сделать, уже поднималось в видео про преодоление последствий насилия, там где я рассказывала про разнообразные эмоциональные, телесные и когнитивные последствия, пережитого в прошлом насилия, и о том, что можно с этим сделать, как вообще можно это определить и какие меры можно предпринять. Но диссоциация это настолько часто встречающееся явление, что оно заслуживает отдельного упоминания, отдельного видео. Информации тут будет не так-то много, и сделано это за тем, чтобы люди, которые столкнулись с этим термином или с каким-то другим описанием этого явления, чтобы они могли в такой сжатой форме получить представление о том, что же это такое, с чем его едят, ну и в общем прояснить для себя термин, даже без каких-то дополнительных деталей. Что же такое диссоциация? Прежде всего нужно учитывать, что диссоциация это защитный механизм психики. То есть это такое явление, которое позволяет психике собраться и пережить какой-то слишком сильный, а порой невыносимый стресс. Понятное дело, что любые защитные механизмы в чем-то это хорошо, поскольку реально, когда человек попадает в стрессовую ситуацию, которая для него является слишком интенсивной, слишком болезненной, действительно непереносимой, для того, чтобы можно было эту ситуацию пережить вообще, для того, чтобы можно было не сойти с ума, не заполучить никакие непоправимые последствия для собственной личности или даже для физического здоровья, приходится включать вот этот вот механизм диссоциации, и соответственно это позволяет хотя бы выбраться из стресса. То есть предполагается, что дальше уже в общем-то можно что-то с этим делать, но, к счастью, сам стресс с помощью любых защитных механизмов можно пережить. То есть изначально диссоциация, ну как в общем-то и все, что в психике наблюдается, это явление хорошее, полезное, по крайней мере для стрессовых периодов, с которыми нам приходится сталкиваться. Что же это вообще такое? В чем она проявляется? Диссоциация, как уже понятно по названию, проявляется в отстранении. Что же от чего отстраняется? Отстраняется телесное ощущение и эмоциональное переживание от осознания этих самых телесных ощущений и эмоциональных переживаний. То есть грубо говоря, человек, вот то, что мы имеем в виду обычно, когда говорим «я», отдаляется от собственных ощущений и эмоций. Ну и опять же, зачем это нужно? Для того, чтобы эти ощущения и эмоции, грубо говоря, не сорвали крышу, для того, чтобы можно было это пережить. Диссоциация это достаточно такой интенсивный и жесткий механизм защитный, который и правда изолирует вот эти эмоциональные переживания и телесные ощущения, но, по крайней мере, они перестают быть непереносимыми. Куда они при этом деваются? Естественно, никуда они не деваются. То есть то, что человек перестает их осознавать за счет того, что он в целом перестает чувствовать тело или хуже начинает чувствовать тело, и перестает чувствовать эмоции или хуже замечает свои эмоции, понятное дело, что от этого сами ощущения и эмоции никуда не деваются. Это можно сравнить с таким эмоциональным наркозом, то есть, в общем-то, ощущение это может быть и есть, рецепторы работают, но, по крайней мере, все это дело не достигает осознания и, соответственно, не причиняет мучений. Поэтому какая польза от диссоциации? Ну, в общем-то, уже понятно, то есть, удается выбраться из стресса с минимальными потерями за счет вот этого самого отключения переживаний. Но какие же в диссоциации минусы? То есть, очевидно, что все, что имеет плюсы, абсолютно все имеет и свои минусы. Первый минус – это то явление, которое относится непосредственно к самому пережитому травматическому опыту. То есть, понятное дело, что если все переживания, связанные с драматичным опытом, никуда не делись, но прекратилась их переработка, то, конечно же, они остаются в психике, создают дополнительную нагрузку и за счет диссоциации эти переживания труднее переработать, просто потому что труднее до них добраться. То есть, вот, грубо говоря, психика там все как-то изолировала, отодвинула, и, конечно же, с тем, что ты отодвинул от себя, крайне трудно что-то сделать. Второй минус, который тоже влечет за собой диссоциация – это трудности с переходом из стрессового в, ну, что называется, обыденный режим. То есть, в большинстве случаев стрессы рано или поздно заканчиваются, начинается, так сказать, обычная нормальная жизнь. И для того, чтобы можно было вернуться в эту нормальную жизнь, в общем-то, тоже приходится что-то с этой диссоциацией делать. И третий минус, который возникает как отдаленное последствие диссоциации – это то, что у человека, который особенно часто с диссоциацией сталкивался, то есть, часто переживал какие-то значимые стрессы, у него в целом снижается чувствительность. Снижается чувствительность к своим эмоциональным состояниям, снижается чувствительность к телесным ощущениям. И, в общем-то, это то, что достаточно часто приходится видеть в психотерапии. Когда, например, терапевт спрашивает у клиента, где это в теле, да, вот какая-то эмоция, или где ты чувствуешь, что твое тело реагирует на те или иные формулировки, да, скажем, или на те или иные воспоминания. Человек говорит, нигде не чувствую, то есть, вообще не чувствую своего тела. Или, например, когда спрашиваешь его, как дела, вот какие эмоциональные состояния тебе приходится переживать чаще всего, и человек говорит, да, нормально все, то есть, нормально дела, и, в общем-то, ни с чем-то мне особо не приходится сталкиваться. Ну, и, наверное, еще такой очень яркий пример отдаленных последствий диссоциации, вот этого самого снижения чувствительности. Это, скажем, ситуация, при которой человек в жизни начинает хуже замечать, какие у него есть дискомфорты, и, соответственно, в какой момент пора бы с этим начинать что-то делать. То есть, наверное, вот самая яркая – это поза, когда, опять же, в терапии это очень заметно, когда человек сидит в какой-то неудобной позе, и замечает он это только тогда, когда у него начинает болеть. То есть, до момента, как у него совсем уже не накопилось этой усталости, дискомфорта и не появилась боль, он не замечал, что что-то не в порядке, и, соответственно, что пора что-то делать. Ну, и, в общем-то, именно исходя из вот этих вот нюансов, да, диссоциация – это что-то, что имеет смысл преодолевать, что-то, над чем имеет смысл работать. Как над этим работать? Ну, естественно, самый безопасный путь – это, конечно же, путь психотерапии, потому что психотерапия позволит вернуть себе свою чувствительность и соприкоснуться с прошлым травматическим опытом в своем темпе, в безопасном режиме, в безопасной обстановке, то есть, позволит избежать ретравматизаций. То есть, ежевит чувствительность позволит, но и не ранится второй раз о те воспоминания, которые за этой чувствительностью стоят, и о те эмоции, которые за счет этого снижения чувствительности были подавлены. Но если чувствуется, что нет готовности к психотерапии, то есть это тоже очень часто бывает, люди говорят, нет, я как бы, что-то я не хочу на психотерапию. И вот за этим чаще всего стоит бессознательное понимание, что не готов я встретиться с этим самым материалом. Если на данном этапе это так, то имеет смысл сделать хотя бы какие-то промежуточные меры, то есть что-то, что позволит позаботиться о теле. Спорт, йога, массажи, плавание, все, что угодно, все, что нравится, все, что приятно, для того, чтобы хотя бы немножечко вернуть чувствительность, но вот настолько, насколько тело само выберет ее вернуть до тех пор, пока какие-то интенсивные меры с психотерапией, в частности, неприемлемы, не подходят, имеет смысл сделать некоторые шаги, которые позволят улучшить состояние.